Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Ты, Святая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! Месяц сентябрь, день 9-й. Житие святых и праведных Бога Отец Иоакима Иоанна. Святой праведный Иоаким происходил из колена Иудина из дома царя Давида. Родословие его таково. У сына Давида Нафана родился сын Левий. Левий родил Мелфи и Панфира. Панфир родил Варпафира. Варпафир же родил Иоакима, отца Божией Матери. Святой Иоаким жил в городе Назарете Галилейском и имел жену по имени Анну из колена Левийная, из рода Ааронова, дочь священника Матфана, жившего перед царствованием Ирода, сына Антипатра. Священник Матфан имел жену Марии из колена Иудина из города Вифлеема и трех дочерей – Марию, Солию и Анну. Из них первая вышла замуж Марии, Вифлеема родила Соломию. Потом вышла замуж Солия, та же Вифлеема родила Елисавету. Мать Иоанна к предпече. Третья же, как мы уже сказали, мать Пресвятой Богородицы, отдана была замуж за Иоакима в страну Галилейскую в город Назарет. Супруги эти, Айким и Анна, происходя из знатного рода, поучались законе Господнем и были праведны перед Богом. Имея богатство вещественное, они не были лишены богатства духовного. Украшенные всеми добродетелями, они беспорочно соблюдали все заповеди закона Божия. На каждый праздник благочестивые супруги отделяли от своего имущества две части. Одну отдавали на сарковные потребности, а другую раздавали нищим. В своей праведной жизни Иоаким и Анна так угодили Богу, что он сподобил их быть родителями Пресвятой Девы, предизбранной Матери Господа. Из этого одного уже видно, что их жизнь была свята, богоугодна и чиста, так как у них родилась Серь, святейшая всех святых, угодившая Богу больше всех, и Херувимов честнейшая. В то время на земле не было более угодных Богу людей, нежели Иоаким и Анна по непорочной их жизни. Хотя в то время можно было найти многих живущих праведно и угождающих Богу, но эти двое превзошли всех своими добродетелями и явились перед Богом самыми достойными того, чтобы от них родилась Божия Матерь. Такая милость им не была бы дарована Богом, если бы они действительно не превосходили всех праведности и святости. Но как Сам Господь имел воплотиться от Пресвятой и Пречистой Матери, так подобало и Матери Божией произойти от святых и чистых родителей. Подобно тому, как земные цари имеют свои порфиры сделаны не из простой материи, а из злототканной, так и Небесный Царь восхотел иметь Пречистую и Своей Матерью, вплоть которой, как царству и порфиру ему должно было облечься, рожденной не от обыкновенных невоздержных родителей, как бы из простой материи, но от целомудренных и святых, как бы из материи злототканной. Прообразом чего служила ветхозаветняя скиния, которую Бог пилел Моисею сделать из багряной и червленной материи и из весона. Исход 27.16 Скиния это прообразовало Деву Марию, вселившись в которую Бог имел с человеками пожить, как написано, «Сесть скиния Божия с человеками и вселиться с ними». Откровение 21.3 Багряная и червленная материя и весона, с которой была сделана скиния, прообразовали родителей Божией Матери, которая произошла и родилась от целомудрия и воздержания, как бы от багряной и червленой одежды, и совершенства их в исполнении всех заповедей Господних, как бы от весона. Но сие святые супруги по Божьему изволению долгое время были бездетны, дабы в самом зачатии рождения такой дочери была явлена и сила Божией благодати, и честь рожденной и достоинства родителей. Ибо неплодной и состарившейся женщине родить иначе невозможно, как по силе благодати Божией. Здесь действует уже не природа, но Бог, побеждающий законы природы и уничтожающий уже неплодие. Родиться от неплодных и престарелых родителей – большая честь и для самой рожденной, потому что она рождается тогда не от невоздержных родителей, но от воздержных и престарелых, каковыми были Иоаким и Иоанна, которые 50 лет жили в супружестве и не имели детей. Наконец, через таковое рождение открывается достоинство и самих родителей, так как они после долгого неплодства родили радость всему миру, чем уподобились святому патриарху Аврааму и благочестивой супруге его Сарре, родившим по обетованию Божией Исаака в старости. Однако, без сомнений, можно сказать, что Рождество богородицы выше рождения Авраамом и Саррою Исаака. Насколько сама рожденная Дева Мария выше и более достойна почести, нежели Исаак, настолько больше и выше достоинства и Акима и Анны, нежели Авраама и Сарры. Этого достоинства они не сразу достигли, но только усердным постом и молитвами, в душевной горости и в сердечной скорби умолили об этом Бога. И скорбь их обратилась в радость, а бесчестие явилось предвестником великой чести и усердное прошение руководителям к получению благ и молитва лучшей ходатайцы. И Аким и Анна долгое время скорбели и плакали, что у них нет детей. Однажды Аким в большой праздник приносил в Иерусалимском храме дары Господу Богу. Вместе с Акимом и Сейзра и Ильтяне приносили свои дары в жертву Богу. Бывший в то время первосвященник из Сахар не захотел принять даров Акима, потому что он был бездетным. «Не должно, — говорил он, — принимать от тебя дары, — потому что ты не имеешь детей, а следовательно и благословение Божие. Наверное, у тебя есть какие-нибудь тайные грехи». Также один еврей из колена Рубимова вместе с прочими, приносившие свои дары, укорял Акима, говоря, «Зачем ты хочешь прежде меня принести жертву Богу? Разве ты не знаешь, что ты не достоин приносить дары вместе с нами? Ибо ты не оставишь в Израиле потомство». Еще патриархам израильского народа неоднократно было дано Богом обетование о размножении потомства их, поэтому израильтяне на многочисленное потомство смотрели как на высшее счастье и благословение Божие. С другой стороны, по древнему обетованию Божие израильтяне надеялись в своем потомстве обрести обетованное Богом семя жены, Мессию. Вот почему бесчастье считалось у евреев тяжким несчастьем и наказанием Божиим за грехи, и на людей, не имеющих детей евреи, смотрели как на великих грешников. У коровики очень опечалили Иоакима. И он в сильной скорби ушел из храма Божия посрамленным и униженным. И праздник для него обратился в печаль, а праздничная радость сменилась скорбью. Глубоко скорбя, он не возвратился домой, но ушел в пустыню к пастухам, павшим его стада, и там плакал о неплости своем и о поношении, и у коров сделанных ему. Вспомнив про Авраама, праца своего, которому уже в преклонном возрасте Бог даровал сына, Иоаким стал усердно молить Господу, чтобы он и его сподобил такого же благоволения. Услыхал бы его молитву, помиловал бы, и отнял от него поношение со стороны людей, даровал в старости плод его супружеству, как некогда Аврааму. Да буду я, молился он, иметь возможность именоваться отцом ребенка, а не бездетным и отверженным от Бога, терпеть укоры от людей. К этой молитве Иоаким присоединил пост и сорок дней не вкушал хлеба. «Не буду есть», — говорил он, — «и в дом свой не возвращусь, пусть слезы мои будут мне пищей, а пустыню этот дом до тех пор, пока не услышит и не отнимет от меня поношение Господь Бог Израилев». Точно так же и жена его, будучи дома и услыхав, что первосвященник не хотел принять их дары, укоряя в неплохстве, и что муж ее от великой скорби удалился в пустыню, плакала неутешными слезами. Теперь, — говорила она, — я несчастнее всех, Богом отвержена, у людей в поношении и мужем оставлена. О чем плакать теперь? О вдовстве ли своем? Или о бесчадии? О сиротстве своем? Или о том, что не удостоилась называться матерью? Так горько плакала она все те дни. Рабыня Анны по имени Егись старалась ее утешить, но не могла, ибо кто может утешить ту печаль, которая глубока, как море? Однажды Анна печальная пошла в свой сад, села под лавровым деревом, вздохнула из глубины сердца и, возведя свои ночи полные слез к небу, увидала на дереве птичье гнездо с маленькими птенцами. Зрелище с ней причинило еще больший скорбь, и она с плачем начала взывать. Горе мне бездетное! Должны быть я самые грешные среди всех черей Израилевых, что одна перед всеми женами так унижена. Все носят плод своего чрева на своих руках, все утешаются своими детьми. Я же одна чужда сей радости. Горе мне! Даже всех принимаются в храме Божьем, и за чердородием оказывают уважение. Я же одна отвержена от храма Господа моего. Горе мне! Кому я уподоблюсь? Ни птицам небесным, ни зверям земным, ибо и те приносят тебе, Господи Боже, плод свой. Я же одна неплодна. Даже с землей я не могу сравнить себя, ибо она прозябает и выращивает семена, и приносят плоды, благословляет тебя, небесного Отца. Я же одна бесплодна на земле. Увы мне, Господи, Господи! Я одна грешная, лишена потомства. Ты, который даровал некогда Саре в глубокой старости сына Исаака. Ты, который отвергнут робу Анны, матери твоего пророка Самуила. Привернили на меня и услыши молитвы мою. Господи Савао, ты знаешь поношение без детства. Прекрати печаль сердца моего и отверзи мою утробу и меня неплодную, соделой плодоносную. Дабы, рожденные мною, мы принесли тебе в дар, благословляя, воспевая и согласно прославляя твое милосердие. Когда Анна с плачем и рыданием так восклицала, явился ей Ангел Господень и сказал. Анна, Анна, услышана твоя молитва, воздыхания твои прошкли сквозь облака, слезы твои явились пред Богом, и ты зачнешь и родишь черь преблагословенную. Через нее получат благословение все племена земные и будет даровано всему миру спасение. Имя ей будет Мария. Услышав ангельские слова, Анна поклонилась Богу и сказала. Жив Господь Бог, если родится у меня дитя, я отдам его на служение Богу. Пусть оно служит ему и прославляет святое имя Божие день и ночь во все время своей жизни. После всего, исполнившись неизреченной радости, святая Анна быстро пошла в Иерусалим, чтобы там с молитвой воздать благодарение Богу за его милостивое посещение. В то же самое время ангел явился и Иоакиму в пустыне и сказал. Иоаким, Иоаким, услышал Бог молитву твою и благоволит даровать тебе благодать свою. «Жена твоя, Анна, зачнет и родит тебе черь, рождение которой будет радостью и для всего мира. И вот тебе знамение, что я благовествую тебе истину. Иди, Иерусалим, к храму Божию, и там у золотых ворот найдешь свою супругу Анну, которой я возвестил то же самое». Иоаким, удивленный таким ангельским благовестием, слава слава Богу и благодаря его сердцами и устами за великое милосердие, с радостью и весельем поспешно отправился в Иерусалимский храм. Там, как возвестил ему ангел, он нашел из золотых ворот Анну, молящуюся Богу, и рассказал ей об ангельском благовестии. Также и она поведала ему о том, что видела и слышала ангела, возвестившего о рождении у нее дочери. Тогда Иоаким и Анна прославили Бога, сотворившего им такую великую милость, и, поклонившись ему в святом храме, возвратились в свой дом. И зачалась святая Анна в девятый день декабря месяца, а восьмого сентября у ней родилась дочь, пресвятая и преблагословенная Дева Мария. Начало и ходатайца нашего спасения, о рождестве кое возрадовались и небо, и земля. Иоаким, по случаю ее рождения, принес Богу великие дары, жертвы и всесожжения, и получил благословение первосвященника, священников, левитов и всех людей за то, что сподобился благословение Божие. Потом он устроил в доме свою мобильную трапезу, и все с весельем прославляли Бога. Возрастающий Деву Марию родители ее берегли, как зеницу ока, веруя по особенной откровению Божию, что она будет светом всему миру и обновлением естества человеческого. Поэтому они воспитывали ее с такой тщательной осмотрительностью, какая подобала той, которая имела быть Матерью Спасителя нашего. Они любили ее не только как дочь, столь долгое время ожидаемую, но и почитали, как госпожу свою, помня ангельские слова, сказанные о ней, и провидя духом, что должно над ней совершиться. Она же, исполненная божественной благодати, таинственно обогащала той же благодати своих родителей, подобно тому, как солнце своими лучами освещает звезды небесные, уделяя им частицы своего света, так и богоизбранная Мария, как солнце, озаряя лучами данной ей благодати Якима и Анну. Так что и они были исполнены Духа Божия и твердо веровали в исполнение ангельских слов. Когда от раковицы Марии исполнилось три года, родители вели ее со славы в храм Господень, сопровождая свожженными светильниками, и посвятили ее на служение Богу, как то обещали. По прошествии нескольких лет после введения Марии в храм, святой Яким умер в восьмидесяти лет от рождения. Святая Анна, оставшись домой, покинула Назарет и пришла в Иерусалим, где пребывала около своей пресвятой дочери, молясь беспрестанно в храме Божием. Прожив в Иерусалиме два года, она опочила, Господи, имея семидесяти девяти лет от рождения. О, сколь благословенны вы, святые родители, Иоаким и Анна, ради преблагословенной вашей дочери! Сугубо благословенны вы ради сына ее, Господа нашего Иисуса Христа, через которого получили благословение все народы и племена земные! Справедливо вас, святая церковь, наименовала Бога отцами, ибо мы знаем, что от пресвятой вашей дочери родился Бог. Бог, ныне предстоя Ему близко на небе, молитесь, да уделится и нам хотя некая часть вашей радости нескончаемой. Аминь. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok